Институт физических проблем отмечает юбилей. Созданный 75 лет назад в Москве, он сразу получил статус уникального проекта Петра Капицы. Он и был создан специально для переноса исследований известного ученого из Англии в СССР. От остальных институтов он всегда отличался малым штатом. В первые годы здесь работало всего 10 научных сотрудников, сегодня около полусотни. При этом их огромный вклад в мировую науку трудно переоценить. Место для строительства своего института Петр Капицы указал сам, и план здания предложил он. Еще более серьезно ученый подошел к подбору коллектива. Даже дворников выбирал подолгу, а на места научных сотрудников конкурс был просто огромным. Капицы собирался продолжить исследования, которыми занимался в Кембридже. Англичане негодовали, у них забрали выдающегося ученого, на которого у британцев были свои планы. Да и оборудование для него уже купили, новейшее и очень дорогое. Был международный скандал, а потом Советский Союз выкупил всю технику, и вопрос закрыли. Сейчас это просто коридора, но из проходных мест института. Но в конце 30-х годов здесь проводили важные эксперименты. С помощью этого гигантского генератора электрического тока, который Капица привез из Англии, сотрудники создавали сверхсильные магнитные поля. Сейчас аппарат не работает, но как ровесник института остается на своем историческом месте. Некоторое время Капица занимался исследованием магнитных полей, но вскоре переключился на свойства жидкого гелия и открыл его сверхтекучесть. За это через много лет он получил Нобелевскую премию. В годы войны Институт физических проблем разработал новый метод получения жидкого кислорода. С 1946 года в его стенах занимались атомным проектом. Здесь трудились три Нобелевских лауреата. В институте было сделано и до сих пор совершается множество важнейших открытий. Капица заложила основу для творчества. Он перенес сюда традиции Кембриджа. Одна из них – своеобразная демократия. Никакой вертикали власти. Начальник один, директор. И по рабочим вопросам говорить с ним можно как с равным. Если бы вы побывали у нас на семинарах и на заседаниях учебного совета, вы бы увидели, как там, например, на меня мои, так сказать, ученики кричат и топают ногами, когда я говорю про науку что-то такое, с чем они не согласны. Они люди квалифицированные, доктора наук, член коры, и они имеют право со мной не согласиться. Физика низких температур была и остается главным направлением работы знаменитого Капишника. В этой области наши ученые преуспели. Институтов такого уровня в мире не больше пяти. И хотя результаты исследований не сразу находят практическое применение, они сыграют свою роль в будущем. Это уже доказало истории. Александр Бережной, Денис Красенков, Служба информации, телеканала «Культура».